Добрый вечер, наступила пятница, впереди выходные дни, да еще и не совсем обычные, ведь на понедельник приходится праздник 1 мая. Кстати, еще один нерабочий день. Да и вообще, в тот же понедельник начнется последний месяц весны, которая так толком и не наступила. Во всяком случае, шкала градусника могла бы подниматься и повыше, особенно ночью. Зато температура политической жизни была достаточно высокой, и о некоторых ее важнейших событиях расскажут новости Таллина в студии Екатерина Плехова. Аналитики разведцентра сил обороны Эстонии внимательно отслеживают ситуацию в Украине, где из-за мощного сопротивления украинской армии любые незначительные продвижения даются россиянам ценой крупных потерь. Кроме того, все с волнением ждут контрнаступления украинцев, детали которого, по словам руководителей этой страны, знают всего пять человек. Но, тем не менее, многие признаки, как уверены в Эстонии, говорят о том, что важные события могут начаться уже в ближайшее время. Подробности с брифинга в Министерстве обороны у Михаила Владиславлева. Дождливая весна в Украине затянулась, а это означает, что большое наступление или контрнаступление откладывается еще на несколько дней. Потому что прогнозы в ближайшие дни обещают опять сильные осадки. Вторая тема, о которой говорили на традиционной пресс-конференции Министерства обороны, это реорганизация оборонных структур России здесь, на северо-западе. Это означает, что военная ситуация изменится, и это произойдет прямо у наших границ. Конечно, ситуация уже изменилась. Так считают не только эксперты, но и простые люди. В России идет и мобилизация с долговременным прицелом, а не только срочная вербовка и рассылка повесток. Мобилизуется промышленность, мобилизуются информационные ресурсы. Все это направлено на достижение новых военных возможностей, на влияние на сознание людей. Озвучены и реальные планы. Существующий один западный военный округ будет разбит на два. Во-первых, московский оперативным направлением которого будет северная часть Украины и Беларусь, а во-вторых, петербургский округ, который будет обращен на Финляндию, Эстонию и другие страны Балтии. Реорганизация должна быть завершена к 2026 году. Первоначально это могут быть переименования, в том числе и воинских подразделений, но в дальнейшем появятся реальные новые военные структуры. Возможности России далеко не исчерпаны. Если же говорить о происходящем на Украинском фронте, то идут каждодневные бои. Но продвижения нет и прежнее внимание СМИ они просто не привлекают. Ожесточенные сражения продолжаются под Бахмутом. Сегодня мы более чем уверены, что Украина решила военные проблемы в Бахмуте и построили оборонные сооружения в глубину. Сегодня мы говорим о Бахмуте как о символе. Мы видели открытые дебаты даже в Украине, удерживать город или нет. Но все же превалирует мнение, что удержать Бахмут важно морально и сил на это хватит. Но информация из Бахмута поступает очень скупая. География боевых действий немного расширяется. Деревья и кустарник обретают зеленый покров, что позволяет использовать лесные и проселочные дороги. Но неспокойно и не только в Европе. На этой неделе эстоцкий контингент вылетел в Ирак, где примет участие в операции США Inherent Resolve. Подразделение отвечает за охрану базы, расположенной возле международного аэропорта и особо важных персон, а также будет действовать в составе сил быстрого реагирования. СКО-18 сменит голландских военных и образован на базе роты скаутского батальона, а также сил специальных операций. Первая ротация в составе 110 военнослужащих отправилась в Ирак на 6 месяцев. Миссия одобрена парламентом. Михаил Владиславлев, Петер Валявайн, Новости Таллина. Хотя военные беженцы по-прежнему прибывают в Эстонию, сегодня Департамент социального страхования завершил работу специального инфопункта на Таллиннском автовокзале. Прибывающих беженцев будут принимать до конца мая на пароме Изабель. В связи с тем, что обращения украинцев в последние недели было крайне мало, теперь за консультацией можно будет обращаться по телефону 1247. Тем не менее, в случае обострения обстановки нового притока беженцев, прежние виды поддержки могут быть возобновлены. С конца февраля прошлого года, когда в Европу выехало около 8 миллионов, в основном женщин и детей из Украины, не все и не всегда проходило гладко по прибытии в нашу страну. Случались проволочки с документами, возникали и другие бюрократические и бытовые сложности. Очень оперативно сработала тогда столица, открыв пункт приема беженцев на НИИН-2. Сейчас здесь по-прежнему обслуживают украинцев, обращающихся с любыми вопросами. Прошлым летом начал работу и организованный Департаментом социального страхования пункт на столичном автобусном вокзале, где встречали новоприбывших и также отвечали на все вопросы, связанные с жизнью в Эстонии. Сегодня этот пункт закрылся. 30 апреля завершат работу и подобный пункт, организованный государством в Тарту, Пярну и Яхве. Этот пункт переносится на паром Изабеля, то есть люди помощь будут все равно получать. Почему мы это переносим? Потому что с начала войны прибытие людей было более 500 в день. Сегодня мы говорим о таком 80 человек в день, которые приходят в Эстонию, и из них только, может быть, одна третья обращается в инфопункты. Получается, что острая необходимость содержать отдельный пункт приема на автобусном вокзале пропал, а до конца мая украинские беженцы могут обратиться за помощью на паром Изабель. Таким образом, консультационный центр смещается в сторону номера 1247. К тому же в Бюро обслуживания клиентов Департамента полиции, погранохраны или социального страхования по-прежнему всегда примут людей и направят их на предоставляемое государством место временного размещения. В свете возможного обострения конфликта в ближайшие недели возникает вопрос, что делать, если поток военных беженцев увеличится? На сегодняшний день прогнозов таких нет. Если будут прогнозы, то будем реагировать соответственно. То, что мы сегодня закрываем, это же готовность никуда не уходит. То есть готовность снова быстро, оперативно, эти инфопункты создать, людей принимать в большем объеме, готовность есть. Необходимую информацию о дальнейших действиях приезжающие смогут получить по государственному инфотелефону 1247. Больше информации по-прежнему на сайтах kris.ie и допомога.ie. И здесь роль людей и города важна, но не так значима, как раньше. Такой комплекс вопросов находится в исключительной компетенции государства. Если в первые месяцы войны государство, город и люди были озабочены тем, как обогреть и накормить людей, бегущих от бомбежек, теперь все чаще звучат слова о том, что у беженцев должны быть все условия для работы и жизни в Эстонии не хуже, чем были у них на родине до начала войны. Может быть, это и называется солидарностью, проявлять которую порой непросто, но о которой стоит помнить накануне 1 мая. Илья Бань, Петер Юлявайн, новости Таллина. В былые времена, в преддверии 1 мая, шла бы активная подготовка. Газеты печатали бы партийные лозунги и призывы к празднику весны и труда. Жизнь круто изменилась, изменились и требования работников, а старый лозунг «Мир, труд, май» теперь обрел совсем иной смысл. В этом убедился Сергей Овченков, побывавший на конференции профсоюзов, которая традиционно проходит накануне майских праздников. Правительственное коалиционное соглашение сейчас вызывает гораздо больше вопросов, нежели ответов. Особенно это касается различных профсоюзов. Они также считают, что впереди нас ждут довольно-таки тяжелые времена. Об этом они обсудили сегодня. Собравшись вместе в преддверии 1 мая, то есть Дня солидарности трудящихся. В свете последних событий со стороны профсоюзов актуальным стоит вопрос относительно минимальной зарплаты. Оно и понятно. После реализации пунктов в коалиционном соглашении нового кабинета министров, куда входят реформисты, социал-демократы и представители партии СТ-200, скорее всего, нам придется ощутить на себе увеличение стоимости, если не на все, то на большинство, будь то различные услуги или продукты питания. Самым большим беспокойством для работников сейчас, наверное, можно назвать рост цен. И нужно признать, что нынешний рост зарплат не поспевает за тем, как растет инфляция. Это ненормально, когда инфляция составляет примерно 20%, а заработная плата выросла в среднем только на 10%. Напомним, что правительство хочет к 2027 году установить минимальную заработную плату в размере 60% от медианной заработной платы в государственном секторе и попробовать достичь ситуации, когда минимальная заработная плата будет расти быстрее, чем средняя зарплата. Кабинет министров надеется в мае подписать соответствующее трехстороннее соглашение о доброй воле с профсоюзами и работодателями. Иначе говоря, государство хочет усилить свою роль в регуляции суммы минимальной зарплаты. Представители, работодатели, а также профсоюзы не согласны с такими планами. Их можно понять, поскольку если раньше правительство только подтверждало договоренность о минималке между работодателями и союзом профсоюзов, то теперь желание государства более пристально участвовать в формировании минимальной зарплаты может вызвать неоднозначную реакцию, особенно учитывая планы Кабмина поднять налоги, ввести новые и отменить некоторые пособия. Коалиционный договор, который подписали в правительстве для нашего сектора, выглядит очень туманным. И никто не может сказать, потому что не знает, какие конкретные шаги прописаны для нас в этом соглашении. Мы пробовали его более подробно исследовать, но всё равно в нём очень много непонятного. Представители сектора здравоохранения надеются, что утверждённое увеличение заработной платы на 20% работника медицинской отрасли поможет хоть как-то увеличить количество необходимых работников, отсутствие которых мы все ощущаем на себе, вставая на очередь к специалисту, который может растянуться на несколько месяцев или просто ожидая в больнице по несколько часов. Очень не хватает и сестёр, биоаналютиков, радиолога, технику. Это очень такой большой вопрос, что будет дальше. Надеемся, что кто пошли в это время уже из травоохранения, другую работу, найдут работу. И как мы здесь слышали, что 20% – это очень много для людей, всё-таки повысить зарплату очень много значит. Хочется присоединиться к надеждам Ульве Тасаной, поскольку сейчас в медицине ситуация очень далека от идеала. Это видно хотя бы потому, что часть коек была потеряна, потому что просто-напросто нет медсестёр. Та же проблема с другими медицинскими работниками. Суммируя происходящее, можно сказать, что перед профсоюзами сейчас стоят сложные задачи, решить которые можно будет только сообща. Не зря же в первомайском празднике фигурирует словосочетание «солидарность трудящихся». Сергей Овченков, Андрес Лайго, новости Таллина. Хотя в этом году решено не проводить массовых мероприятий к первомаю, это вовсе не означает, что все проблемы между работниками и работодателями или профсоюзами и государством разрешены. Размер повышения дохода не компенсирует инфляцию. Нас ждут новые налоги и новые сокращения. Достаточно вспомнить, что Таллинг планирует сократить сотни людей, будущей энергетики по-прежнему туманно. Слово «забастовка» всё чаще витает в воздухе. Если бы сегодня состоялась демонстрация трудящихся, какие лозунги бы на ней звучали? Об этом наш разговор с гостем в студии. Сегодня это член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег, давайте представим, что мы с вами находимся в прошлом, и мы готовимся к первомаю. У нас есть плакаты, и нам нужно лозунги какие-то составить. Что бы это могло быть? Ну, сегодня для этих лозунгов правительство сделало много. Это было бы первое. Нет повышению налогов, нет повышению цен, заработные платы, нормальную, достойную жизнь. То есть тут много лозунгов, можно просто бесконечно, благодаря тому, что правительство сегодня относится как к жителям Эстонии. То есть здесь перечень будет большой. Но нужно отметить, что у нас и профсоюзное движение не так развито и не очень-то приветствуется. Ну, опять же, скажем так, от кого зависит профсоюзное движение? От политиков? Нет. От самих же работников, от самих же жителей Эстонии. Потому что если они сами не уважают ту организацию, которую они создают, которая должна бороться за их права, и они рады тому, что дает работодатель, тогда жалко, очень печально. Они жалуются на свои проблемы, приходят уже, когда уже эта проблема перерастает. А ее можно было бы исправить уже заранее, если бы работники делали эти шаги, заранее вступали в организацию и начинали работать в этом направлении. А у нас приходят в последнюю минуту. И тогда защитите, помогите профсоюз. К сожалению, тут есть свои проблемы. Волшебства не бывает. Волшебства не бывает. И это свои процедуры, организовать профсоюз, добиться тех результатов. Это очень сложный и долгий процесс. Это не так, что за день, за два это все решится. Поэтому мой совет всегда был и есть, что если вы хотите, чтобы у нас в Эстонии была достойная жизнь, надо организовываться, бороться за свои права. Никто на Блюидзе не принесет тебе никаких гарантий. Коллективный договор. Мы очень часто смотрим на наших северных соседей, Финляндия, Швеция, даже где-то Дания. У них это 80%, а у нас только 20%. Да. И это, опять же, благодаря нашим политикам, нашим законам, где защита профсоюзного движения очень слаба, потому что сами работники не могут защититься, если поодиночке. Если организуется, то часть только, другие не верят или что-то еще, какие-то сомнения. И вот здесь и получается, что коллективный договор. Вроде бы все хотят хорошей жизни, но за чей-то счет. И вы сделаете, а мы посмотрим. И вот здесь проблема и состоит, что коллективные отношения – это, опять же, в руках самих работников. И надеяться на то, что у нас правительство или власть даст эти возможности, это только наивно и необоснованно. Хотя директивы уже есть. И невыполнение этих директив приведут к штрафам. Но я думаю, наше правительство забродит за счет налогоплательщиков эти штрафы и будет жить спокойно, потому что у них никто не организовывается, никто не хочет этих коллективных договоров. Вот это и есть проблема. Но на тех предприятиях, в которых сегодня есть профсоюз, это будет развиваться. И, к сожалению, для работодателей это не остановишь. Спасибо вам большое. Спасибо. В мире профсоюзы представляют интересы всех работников и добиваются достойных условий труда и его оплаты для них. У нас в прессу чиновникам, работодателям идет вал просьб о помощи, но нередко они остаются без ответов, и людям больше некуда обращаться. А в демократическом обществе именно профсоюзы для многих – последняя надежда. Важно только не бояться их организовывать. И самим профсоюзникам быть смелее, активнее. О чем и напомнил наш гость-член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров. А этот сюжет Лина Туровская вполне могла бы начать словами. Здравый смысл победил. В последнее время возросло количество ДТП с участием электросамокатов. Они появились у нас в 2019 году и были объявлены как удобное и экологичное средство передвижения. Но уже принесли много слез, увечья и несчастья. И как сохранить это, ставшее модным и действительно дружественное к окружающей среде средство передвижения, и при этом не навредить остальным участникам дорожного движения в нашем следующем сюжете. Предприятие «Болт», которое предоставляет услугу аренды электросамокатов, собирается с 1 мая снизить их предельную скорость до 20 км в час. В центре Таллина вместо прежних 25. Изменения вводятся в рамках пилотного проекта, инициированного в сотрудничестве со столичной гору правой и полицией. Цель проекта – посмотреть, как изменится поведение участников движения. После многочисленных обсуждений, наконец, есть надежда, что безопасность движения на наших улицах повысится. Кроме ограничения скорости, фирма «Болт» придумала, как отучить пользователей кататься на самокате вдвоем. В прошлом году мы просто известили людей, что они поступают неправильно. А в нынешнем году мы собираемся максимально ограничить такое поведение. Если на самокате будет более одного человека, он просто не поедет. Что же касается ограничения скорости, то оно будет действовать на всех улицах в зоне пилотного проекта, на которых отсутствует отдельная полоса для велосипедистов. При наличии такой дорожки предельная скорость сохранится 25 км в час. По-прежнему будет действовать ограничение до 15 км в час на площади Вабадуса и в Старом городе. Представители полиции также считают, что в интересах фирм по прокату электросамокатов, чтобы их клиенты были живы-здоровы. Стоит подумать о том, как долго мы учимся водить машину, как мы первое время неуверенно ездим на велосипеде и сколько раз падаем, прежде чем научиться. Почему же мы думаем, что встав на электросамокат, с первого раза сразу все получится? Надо поупражняться на небольшой скорости некоторое время. Есть еще одна часть пилотного проекта, которая касается парковки электросамокатов. Ее реализацию планируют начать уже в июне. Парковочные места собираются рассредоточить с промежутками в 100 метров. Исключения могут оставлять места, где необходимость явно в большем количестве мест из-за высокой посещаемости. Предельная скорость движения электросамокатов будет снижена в центре Таллина, в зоне Сюдалин, расположенной в направлении старого города между бульварами Пыхья, Мэре и Ревала, а также улицами Ливалая, Техника и Телискиви. Город со своей стороны определил в качестве приоритета строительство велодорожек, например, все новые улицы будут строиться с велодорожками. Лина Туровская, Юрген Фогель, Яна Каракач, Новости Таллина. Итак, впереди нас ожидают сразу три выходных дня и в преддверии длинных первомайских выходных Вадим Малышкин и Лина Туровская готовы дать вам несколько советов, как провести активно и интересно, и даже вкусно праздничное свободное время. Таллиннский фестиваль кофе проходит уже в седьмой раз. Это симпатичное и популярнейшее мероприятие откололось от другого большого фестиваля Таллиннской выставки продуктов питания, которая в этом году в сентябре будет отмечать уже 30-летний юбилей. Когда оказалось, что предложений от фирм, производящих кофе, очень много, а кофеманов и того больше, было решено сделать отдельный кофейный фестиваль, который на данный момент стал уже любимым и традиционным. Около 60 фирм предлагают свою продукцию. Впервые в этом году есть представители Польши и Румынии. А гости из Латвии стали уже постоянными участниками, что, по мнению организаторов, свидетельствует о высоком качестве мероприятия. Мы все, конечно, знаем, что потребление кофе – это рекорд мира, это финны. Они свыше 12 килограмм. В Эстонии, насколько я знаю, потребление пока 6,5 килограмма на душу населения за один год. Значит, у нас еще есть куда стремиться и куда мы развиваемся. На Таллинском фестивале кофе были не только фирмы из разных стран, но и представительства посольств. Например, в турецком посольстве нам рассказали, что кофе – это настоящая часть культуры Турции. Жизнь без этого напитка там просто немыслима. Первый кофе появился в Атаманской империи в 16 столетии. Его привозили из Йемена. Обычно мы используем зерна сорта арабика и готовим напиток в джезве – маленьком горшочке для кофе. И наслаждаться таким кофе надо маленькими глоточками – медленно. В Турции вся семья собирается вокруг горячего кофе. На встречу с друзьями вы тоже пьете кофе. И уж, конечно, при всяком значительном случае обязательно нужно выпить кофе. А потом перевернуть чашку и погадать на кофейной гуще. Узнаете всю правду о том, как вам жить дальше. На кофейном фестивале будут и соревноваться бариста, кто самый лучший. Наш собеседник утверждал, что он абсолютно консервативен. И лучше капучино или эспрессо на свете нет ничего. Но все-таки рассказал и о модных тенденциях. Есть такой вид кофе, он делается из обычных колдбрю. Внешне этот кофе похож на пиво. Если знаете пиво, ирландское такое темное. Если мы поставим два стаканчика, вот нитро кофе, колдбрю, да, и ирландское пиво, то они будут примерно похожи по цвету, по текстуре, по пене, по внешнему виду. Вы сможете посмотреть на соревнования мастеров по латте-арту. Словом, хорошей вам кофейной субботы. Лентуровская, Андрис Лайго, новости Таллина. Любителям спорта и активного отдыха у права Ласнамя совместно с партнерами подготовила послезавтра семейный велопробег. В прошлом году совместные велозаезды в этой части города состоялись впервые. И тем не менее, они собрали очень много участников. Так что в этом году мероприятие уже известно, а значит, станет еще более привлекательным. Уже в это воскресенье, в 12 часов, получается, будет следующий забег. Открываем весенний сезон. Для этого будет сейчас здесь, около магазина «Веломаркет», который находится на Техис Айоте. С 11.30 начинается сбор, в 12 старт. И приглашаем всех желающих участие, конечно же, бесплатно. Двухчасовой маршрут выбран специально, чтобы он проходил исключительно по велодорожкам. Но тем не менее, рекомендуется взять велосипедные шлемы. И хотя скорость будет приемлемой, помощники проследят, чтобы никто не отстал и ничего не случилось. А вот меломанов на выходных ждут дни эстонской музыки, где представлены разные жанры и исполнители из разных стран, камерная музыка и произведения крупной формы. С программой можно ознакомиться по ссылке, которую вы видите на экране. Помимо музыкантов, в эти дни трудятся и артисты русского театра, которые активно готовятся к премьере летнего проекта «Мавка. Песня леса». Последние репетиции в здании на Вабадуза завершены. Сцена театра опустела, ведь декорации и уже готовые костюмы переезжают в рок-альмары. И уже со следующей недели начнутся репетиции в музее «Под открытым небом», где в конце мая и развернется эта необычная мистическая история. Это больше просто как про действительно каких-то духов, или, наверное, скажем так, силы природы, которая сталкивается с человечеством, или наоборот, люди сталкиваются с природой. Гурманы, обожающие дары моря, наверняка с нетерпением ждут открытия рыбного фестиваля. Ровно в 9 утра завтра в субботу по адресу Калас Адама 5 вновь откроет свои двери популярный рыбный рынок, куда съедутся торговцы рыбой и морскими деликатесами не только со всей Эстонии, но и из соседних Финляндии и Латвии. И продукция там сможет удовлетворить самый требовательный вкус. В том числе и юных любителей рыбки. Так что, как видите, есть все возможности провести эти выходные вкусно, спортивно, интересно и, как положено, по-майски празднично. Вадим Алышкин, Сергей Овченков, Андрис Лайго. Новости Таллина. Честно скажем, в разные годы май удивлял нас то весенним снегопадом, то необычайно тёплыми деньками, в общем, бывало по-разному. Как будет на этот раз, узнаем из прогноза синоптиков. В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен кратковременный дождь и мокрый снег. Ветер южный-юго-западный 6-12 порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. В воскресенье днём переменная облачность. Возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный-западный 5-10 порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 8 градусов выше 0. В ночь на понедельник ожидается ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер западных направлений от 5 до 9 метров в секунду. Температура воздуха 0 плюс 2 градуса. В понедельник днем будет погода с переменной облачностью, возможно небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-10 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла. Впереди праздник весны, который считается еще и праздником солидарности. Согласитесь, солидарность и поддержка нужны сейчас как никогда. Надеемся, что такую поддержку вы чувствуете от программы новости Таллина, которая близится к завершению. Мы вернемся в эфир в начале следующей недели. А сейчас я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. До свидания.